Всем добрый день, с вами компания Goodhouse, меня зовут Эдуард. Сегодня съемка проходит внутри бани, потому что на улице у нас очень шумно, поэтому будем изнутри вам рассказывать. Сегодня расскажу вам про оцинкованные саморезы. Такая вещь, про которую очень мало кто вообще думает, задумывается, обращает на это внимание. Ну, практически только тот, кто занимается стройкой, кто знает, что это такое, обращает на это внимание. Остальные все пропускают это мимо ушей. В общем, вот такие, ребята, используются различные длины, различные толщины. Мы в наших банях используем только данные виды саморезов. Вы черных, либо еще каких-то других, никогда не увидите. Давайте хотя бы по внутренней отделке посмотрим. То есть, вот они идут. Только такие. Они иначе... Вот сейчас двери давайте тоже попробуем посмотреть. Пожалуйста, только такие ставятся. Снаружи используются точно такие же. То есть, баня в торце прикручивается, сами брусья по периметру. Только такой саморез, никакой иначе. Почему делом так? Вы наверняка все равно представляете, видите, что бывают еще черные такие же саморезы. В чем проблема? То есть, баня это повышенный источник влажности. Что внутри, да, вы поливаетесь, паритесь. Что снаружи? У вас идут дожди, снег. Баня всегда подвержена влаге. Если мы возьмем черный саморез, вот не этот, он начинает гнить со временем. Внутренние стяжки, может быть, и не так сильно пойдут, а вот наружные, они начнут гнить. Начал гнить саморез. Вы наверняка видели, когда он гниет, появляется у нас ржавчина, она начинает течь. То есть, сам внешний вид бани, да, будет не очень красивый. Представьте, у вас здесь такой потек образовался. Это ни к чему. Но с этим ладно, можно справиться, нужно зашкурить, можно убрать. Вторая самая важная проблема. Начал гнить саморез. Представьте, сколько у нас этих саморезов в бане. Начал гнить саморез, начинает гнить дерево. И с этим уже ничего не поделать. То есть, от этого не избежать. Баня простоит не так долго, и проблемы будут. Это понятно. Еще проблема в черных. В чем они очень... Это так даже и не погнуть, наверное, да. Черный можно легко сломать. И при монтаже, в чем проблема, его тоже закручивают, когда может шляпку оторвать. Либо, если при закручивании не оторвало, в дальнейшем, когда баня будет у вас ссыхаться и рассыхаться, брус начнет ходить, да, немножечко, шляпка просто не выдержит такое напряжение, и она отлетит. Отлетела шляпка, считайте, дерево у вас уже не держится. Гуляние бани обеспечено. Вот это момент, на который никто не обращает внимания. Вот такие малыши держат вашу баню и делают ее качественной. Это цена вопроса, за которую стоит переплатить. Вам спасибо за внимание.